Воздушное судно Ил-18 в 11.40 не вышло на связь. В связи с этим объявляется поисковая работа. Немедленно было доложено до Министерства здравоохранения. Начали работать по ранее утвержденным планам. В первую шву вызвался филиал нашего центра, который базируется в Тикси. Сформирована была хирургическая бригада, которая выехала в аэропорт Тикси. Параллельно приказу Министерства здравоохранения было инициировано совещание КЧС, где было принято решение о удвижении многопрофильной специализированной бригады поселка Тикси. Якутия – регион со сложными климатогеографическими особенностями. Огромная необжитая территория, разрозненность населения и десятки тысяч километров полного бездорожья. Булунский район, центром которого является поселок Тикси, располагается посреди тундры на побережье моря Лаптевых. Суровый арктический климат порою полностью отрезает жителей от цивилизации. Тысячи часов нелетной погоды... Сложно погодные условия. Аэропорт Тикси для всех типов самолетов был закрыт, поэтому было принято решение, в нашем министерстве здравоохранения, это был уже у нас такой опыт, перевести перевалочную перевозку наших сил и средств через аэропорт Куйга. Что это подразумевается? Это самолетом мы налетели до Куйги, а с аэропорта Тикси навстречу налетел вертолет Ми-8. Большая сложность была в том, чтобы эти воздушные судна сели ориентировочно в одно время, потому что аэропорт там практически не имеет пускового установка подогрева, поэтому воздушные суда не могли ждать. Многопрофиль бригады профессионалов состояла из двух нейрохирургов, двух травматологов, двух хирургов, двух реаниматологов и двух фельдшеров. К нам поступила информация 12.15 из Республиканского центра медицины «Катастрофа». Наш Республиканский термотологический центр. Мы сразу начали формирование бригад. В связи с тем, что предположительно, какие травмы могут быть при происшествиях, решили собрать термотологическую бригаду, нейрохирургическую бригаду, хирургическую бригаду Республиканский центр медицины «Катастрофа» и направили с нами своих инсиологов и лимонатологов. Вся бригада состояла из 10 человек, еще два помощника от Вильчарова были. Помещение и оснащенность Булунской центральной районной больницы позволили компактно в одном здании разместить сортированных по тяжести состояния больных. До Уч-Кутки на самолете, а с Уч-Кутки на вертолете Ми-8. При приземлении в Уч-Кутке сразу прилетел эстолёт. Сразу же с самолёта мы разгрузились на Ми-8, и, скажем, по пурге уже прилетели в сторону Теси. Практически мы сели в сильный наколок ветер, поэтому спасибо лётчикам, которые нас довезли до Текиси, до аэропорта. У нас был уже карант тяжёлого состояния больной первой, и сразу его мы определили, что необходима срочная операция. Он находился уже в коме и после клинической смерти, что до нас была остановка, и местные у нас реаниматологи были оказаны реанимационные предприятия и в основном содействие сосудистой деятельности. То есть они спасли за медицинство? Да, остановка была. И именно этот больной, который я постоянно занимался этим больным, потому что это больной в пользу клинической смерти, и у него была сочетательная травма, открытая термозговая травма, ушиб головного мозга, перелом рёбок и перелом левой и нижней конечности на уровне голени. И у него ещё осложнился то, что его было сам последним доставлено общее отморожение, общее отморожение, отморожение обеих нижней конечностей и верхней конечности в Текиси. У него уже в четвёртой степени, потому что и чёрный был уже там, и синдром с давлением левой руки. И больной находился в коме. И учитывая, что по жизненным необходимым, и в первую очередь надо было операция, показания была терпенация черепа, двухсторонняя, удаление там гематомы и типа чистой лечебной было оттёка лунов, шивка лунов. Каким нахозом пришли? Это было уже больной интубировано, потому что после, поэтому мы операционно уже вошли как эндотрихиально. Среди больных были пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии. У каждого больного обнаруживались сочетанные множественные травмы, открытые переломы костей черепа, ног и рук, повреждения внутренних органов. Но давление не держалось, потому что давление у него во время операции 60-70. Постоянно мы в базопрессе раком находился. И это больного украли с операционной, там всё, что сели, и тот же операция была попутно уже осцессинительно сделана. Там же мы одновременно на этом больном. И когда вывезли, уже пришлось мне лично заниматься этим тяжёлым больным. И сразу у нас находился на аппарате ИВЭ, и у него глубокая аномия. Электроциты там миллион, гемоглобин там сорок, где-то вот так. И у него дефицитная группа, третья отрицательная. Такой крови в больнице и с собой, которой у нас везде не было. И, учитывая это, пришлось организовать там искать доноров в такую группу. Хорошо, что Тикси три таких нашли группу крови доноров. И, учитывая, что это военные есть, они хорошо участвовали в чтобы найти этих доноров. Троих нашли, они тот же пришли, кровь сдали, мы прямо брали цельную кровь и тот же капали обоих. В режиме онлайн за действиями врачей следили коллеги из Министерства здравоохранения Якутии и Центра медицины катастроф. Ну, в основном термологическая помощь заключалась в создании иммобилизации для последующей эвакуации. То есть открытые переломы. Когда мы уже приехали, были уже проведены первичная хирургическая обработка ран открытых переломов силами местной больницы. Наша задача заключалась в проведении остеосинтеза аппаратами инициативы. Сколько операций завелось? В общем, количество операций состояло у нас 14. О, в основном все были переломы конечностей. и всем открытым у кого диагноз открытый перелом тем провели А сколько всего больных было? Вот теперь 38 38 больных из них отполагировали против всех травматривающих травм, да? Почти все У всех имелся перелом если не конечности то позвоночник. Благодаря слаженной работе врачей Булумской центральной районной больницы многопрофильной бригады Республиканского центра медицины катастроф и Минздрава состояние пострадавших удалось стабилизировать. Работать было сложно первые полтора сутки точно не спали в обязанности нашим двумя фельдшерам была отправка оперативных донесений сбор информации о больных анамнезах и отправляли электронную почту А коллеги местные они как-то оснащение не хорошее было? Оснащение хорошее лекарства в достаточном количестве Военные медики и центральных аспиталей смогли прибыть в Тикси только на третьи сутки Якутские профессионалы передали коллегам из материка спасенных пострадавших в стабилизированном состоянии Дома героев ждали любящие жены и дети а также сотни гражданских больных и ожидающихся исцелений на днях Минздрав Якутии вручил награды героям спасшим 38 военнослужащих пострадавших в ее катастрофе сложно представить что было бы если Якутии не удалось бы отстоять больницы в труднодоступных малонаселенных бунтах показ обратно и данные коррозлияния на фоне артериальной гипертонии не исключается на фоне разрыва а не призмы Частое связи с отношением сколько? 65 59 60 Ну в арбитах нету а? Ну Зрачки 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 одинаковые Планы на будущее? Дальше провести полноценную работу по развитию санитарной авиации чтобы любой житель нашей республики в любой точке мог получить достойную военциску помощи Тем, что пострадало большое количество военных и получившие тяжелые травмы военнослужащие удалось избежать жертв никто из этих тяжелых садов Как Вы считаете что это сложно было оказать помощь в работе в условиях КИКСи? Ну конечно свои нюансы имелись но в основном таких глобальных сложностей мы встретили как вам относятся сейчас родные дети говорят папа Грой Дети еще не знают маленькие Субтитры Семен Семен Субтитры создавал DimaTorzok